Возвращение на родину спустя более 70 лет. Этот штурмовик Ил-2 был выпущен в Куйбышеве на легендарном 18-м заводе. Свой первый бой принял во время обороны Заполярья. Был сбит, утонул и только недавно его нашли и восстановили. Но времени отняло у самолета способность летать. И уже через считанные дни он взмоет в мирное небо на международном авиасалоне «Макс». Одна пробоина, вот был подбит, ее специально не стали заделывать, так и оставили. Вот у самолета всего на третьем вылете его сбили, этот самолет. И пилоты посадили его на озеро зимой, а лет был тонкий, он провалился. В том бою в 43-м году экипаж штурмовика сбил два вражеских самолета и уничтожил зенитную точку. Весь в пробоинах Ил-2 немного не дотянул до аэродрома, сел на брюхо на озере Кривое в Мурманской области. Экипажу удалось спастись, а многотонная машина ушла под воду. Самолет подняли со дна пять лет назад, восстанавливали в Новосибирске. При реставрации удалось сохранить много оригинальных деталей, в том числе двигатель. Все это уцелело благодаря броне, за которую Ил-2 и получил свое военное прозвище. Ил-2, это назывался самолет, летающий танк. Почему его называли летающим танком? Потому что у него был бронекорпус стальной, который прикрывал двигатель, пилота и баки горючего. Это был самолет поля боя. То есть летал он на высоте от 15 до 50 метров во время боя. У него было неплохое вооружение. Единственный в мире работоспособный штурмовик Ил-2 сложил крылья, но лишь на время поездки. Пятитонный самолет везут частями на двух машинах. Штурмовик высотой 3 метра, шириной почти 5, выехал из Новосибирска 9 июля. Путь пролегает через Омск, Уфу, Рязань, Пензу и историческую родину, Самару. Всего до места назначения 3,5 тысячи километров. Ехать, как говорят водители, почти неделю. На дорогах раритетному самолету почет и уважение. Разбирают ремонты, убирают ограждения, чтобы мы могли пройти везде спокойно. И как бы по предварительному звонку все это делается, проходит хорошо, без заминок. Очень бережно и с гордостью везде. Где только остановишься, люди с фотоаппаратами, с телефонами, из автобусов, даже по городу едешь, люди фотографируют, останавливаются по рации, кричат, спрашивают, что за самолет, куда, откуда. Звездный час боевого штурмовика наступит 18 июля. Самолет станет хедлайнером международного авиасалона «Макс» в городе Жуковский Московской области. Ил-2 совершит круг почета над аэродромом Центральной испытательной базы страны. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События.